Блин, что за бойня уже пошла? Я не понял, кошмар! Мочите их, хорошие пацаны! Всем привет, мои братишки! В этом видео я вам расскажу о страшном замесе, в котором полегло немало хороших ребят. Поверьте, это было ужасно. Не обращайте внимания на ржущего Тарка. Мне кажется, после ночного прохождения Outlast он теперь ещё долго будет вести себя неадекватно и сжать как лошадь со всего подряд. Думаю, теперь вы понимаете, почему он ржёт. В общем, ладно. Давайте не будем отвлекаться и начнём нашу историю. А начать её я предлагаю с самого начала. Именно с той ситуации, которая и спровоцировала это кровавое побоище. Итак, это был обычный летний вечер. Тарка после двухдневного отсутствия, а точнее отходника после масштабного гуляния сел за комп и запустил стримчик. Настроение было отличное. Ничего не предвещало беды. Всё должно было пройти как всегда гладко. Но Тарка в самом начале стрима совершил огромную ошибку, которая, собственно, и повлекла за собой те страшные события, о которых, собственно, я и хочу вам рассказать. Итак, как я уже сказал, Тарка не было два дня. Он сильно за всеми соскучился. И не только за братишками, которые на него подписаны, но и за братишками, которые так же, как и он, стремят. Одним из таких братишек был Ронни. Тарка его зарейдил. Напишите, Ронни, ты очень сексуальный. По мнению Тарка, ты очень сексуальный. Лучше бы Тарк этого не делал, так как именно этот поступок изменил ход всего стрима. Через некоторое время Ронни пришёл с ответным визитом. Ронни красавчик, Ронни пришёл ко мне. Ай, мой хороший персик, вот такой пацан. А ещё через некоторое, когда уже Тарка проводил конкурс и телепортировал его к себе и сказал. Ты украл у меня нигера со стрима. И я забиваю на тебе стрелу. Собираю всех своих зрителей, а я своих. И давай махаться. Да. Ронни после ответного визита к Тарка не досчитался какого-то нигера. И, собственно, из-за этого нигера забил Тарка стрелу на стадионе. Ну что же. Стрела так стрела, подумал Тарка. Тарка пришёл на стадион и сказал. Давайте, ребят, подтягивайте все на стадион. Нужна будет помощь. Сейчас будет разборка. Прошло некоторое время. Подтянулись братишки. Да, на кулаках будет бойня. Пацаны, бойня будет на кулаках. А ещё через некоторое время на стадионе появился Ронни со своими хулиганами. Вон они пришли, ребята. Сейчас будет битва, ёпта. Сколько их там? У Тарка в душе ещё сохранялась надежда, что всё удастся решить по-мирному. Но что-то пошло не так и начался замес. Блин, уже пошло... Что за бойня уже пошла? Я не понял. Кошмар. Мочите их, короче, пацаны. Короче, мочите их. Что происходит? Как битва началась? Нет, пацаны, только битыми кулаками не надо стрелять. Давай, пацаны, синих мочим, синих мочим. У них осталось два человека, пацаны. Давай, красавчики. Давай, давай, мочите Ронни, Ронни мочите. Давай, 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 братаны, давай. О, байкеры приехали, блин. Сейчас байкеры... Не, ребят, не стрелять, не стрелять, ребята. Мочите Роню. Блин, кто застрелил его, ребят? Ну зачем? В общем, как видите, битва состоялась. Тарка с братишками втащил, хотя и были нарушения с его стороны. Один неуправляемый хулиган баловался деглом. Но суть это не меняет. А суть в том, что это была великая битва. На которой разборки Тарка и Ронни, скорее всего, не закончатся. Да, это только начало. Главное, замесы еще впереди. Так что готовьтесь, братишки. Качайте мышцы на яйцах и не пропускайте стримов Тарка, если хотите поучаствовать в замесах. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok